МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русул, здравствуйте в этом выпуске. На границе с Республикой Коми, недалеко от деревни Тошвиска, в Ненецком округе, развернут пост мониторинга. Ежедневно специалисты будут осуществлять здесь пробы воды на пригодность ее использования. Голосование за объекты благоустройства в Нарьинмаре теперь стало еще более доступным. Молодежный центр по предварительной договоренности с организациями отправляет в офисы компаний волонтеров. В Ненецком округе завершился региональный конкурс педагогического мастерства «Профессионал года-2021». Победители и призеры определены во всех семи номинациях. Ледоход на реке Печор на территории Ненецкого автономного округа прошел по благоприятному сценарию. В настоящее время голова ледохода вышла в Печорскую губу. На Нижней Печоре в границах округа происходит стабильное понижение уровня воды. Как отмечают специалисты, ледоход в Ненецком округе прошел на так называемых низких уровнях. Максимальный уровень воды был зарегистрирован в Великовисочном сельсовете 720 сантиметров при опасной отметке 850 сантиметров. На Ренмаре максимальный уровень составил 475 сантиметров при опасной отметке 680. Сейчас в округе происходит вскрытие ото льда тундровых рек. Неблагоприятных явлений не прогнозируется. Более двух недель с 4 мая на территории Ненецкого автономного округа не выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией. Последний амбулаторный больной с таким диагнозом выписан 14 мая. Округ продолжает сохранять нулевой уровень по заболеваемости COVID-19. В регионе продолжается кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Вакцинироваться можно на выбор либо эпивак короны, либо спутником ВИ. Согласно рекомендациям, прививка вторым компонентом эпивак короны делается через 2-3 недели. Спутник ВИ строго через 21 день. Напомним, вакцинироваться могут жители старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. На сегодняшний день мы привели порядка 7,5 тысяч наших жителей. Для того, чтобы нам создать коллективный маникет, нам нужно привить еще 12 тысяч человек. Представители здравоохранения отмечают спад уровня вакцинации от коронавируса в 12 сельских населенных пунктах округа. Здесь планируется разъяснить жителям преимущества вакцинации. В том числе при передвижении как внутри страны, так и зарубежных поездках. Соответствующий сертификат можно получить через портал Госуслуг на русском и английском языках. В Наринмаре и поселке Искателей вновь можно будет сделать прививку без предварительной записи. В следующую субботу акция, набравшая популярность среди населения, пройдет в округе уже в третий раз. Глава региона в связи с разливом нефтепродуктов в районе Ожского месторождения поручил Департаменту природных ресурсов экологии агропромышленного комплекса ежедневно мониторить состояние воды в реке Печора. Для этого на границе с Республикой Коми недалеко от деревни Тошвиска развернули пост мониторинга. Будут ежесуточно выезжать туда специалисты многих ведомств. Это и наше казенное учреждение, представители Департамента природных ресурсов. Будем привлекать Росприроднадзор, будем привлекать также Рыбнадзор для того, чтобы можно было на месте оценить наличие пленки и осуществить забор проб. Это необходимо для полной уверенности в том, что вода в Печоре после границы с Коми полностью пригодна для использования в населенных пунктах округа. На текущий момент признаков загрязнения нет. И мы эту ситуацию будем оперативно докладывать на ежесуточной основе. Напомним, 11 мая на Ожском месторождении произошла разгерметизация дюкера, из-за чего нефтесодержащая жидкость через защитный кожух протекла на землю в 200 метрах от берега Колвы и стекла в реку. По последним данным, объем нефтесодержащей жидкости, попавшей в почву и реку Колва, составил около 100 тонн. В зоне ЧП оказались территории сразу двух субъектов Российской Федерации – Ненецкого округа и Республики Коми. В Ненецком округе завершился региональный конкурс педагогического мастерства «Профессионал года-2021». Среди 36 участников были определены победители и призеры. Об итогах конкурса расскажет Елизавета Кабанова. В этом году представители педагогических профессий боролись за звание лучшего в семи номинациях. Заместитель руководителя образовательной организации, воспитатель человека, педагог-психолог, учитель-дефектолог, сердце отдаю детям, педагог-наставник и мастер года. Награждение состоялось 18 мая в региональном центре развития образования. Конкурсы профессионального педагогического мастерства проводятся с целью повышения престижа и социальной значимости профессии педагогического работника, статуса образовательной организации. Они объединяют учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, мастеров производственного обучения. На конкурсах встречаются коллеги, которым есть чем удивить друг друга и которые готовы поделиться своими идеями и опытом. Искренняя радость за своих коллег и аплодисменты наполняли зал каждый раз, когда озвучивали имена победителей. В номинации «Мастер года» победу одержала Елизавета Протопопова. Это не первое её участие в конкурсе. В 2016 году она стала призёром. Поэтому в этот раз её захлестнули искренние эмоции от заслуженной награды. Мы видим, сколько достойных педагогов, людей работает у нас в округе. За счёт таких конкурсов мы повышаем уровень своего мастерства, готовимся, узнаём какие-то новые технологии, какие-то новые методики. Используем цифровые какие-то ресурсы. Поэтому я считаю, это активизирует нашу деятельность как педагогов. В номинации заместитель руководителя образовательной организации стала призёром Анна Рудик. Наталья Михайлова одержала победу в номинации «Воспитать человека». Лучшим учителем-дефектологом стала Татьяна Богданова. Диплом победителя в номинации «Сердце отдаю детям» получила Ольга Мартемьянова. Победителем среди педагогов-наставников стала Светлана Хорошавина. А лучшим педагогом-психологом была названа Цаган Чинаева. Во-первых, это важно для меня самой, для самообразования, для будущего. Во-вторых, это очень сплочает всех номинантов. Это очень хороший опыт для педагога. Ну и, естественно, можно со стороны взглянуть на свою работу. Всех участников наградили дипломами. Призёры получили денежные сертификаты в размере 20, 30 и 40 тысяч рублей. Победителям также вручили статуэтки, символизирующие их профессионализм в стремлении обучать детей, за которыми стоит будущее России. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Предварительное партийное голосование или праймерис партии «Единая Россия» стартует 24 мая. Кандидатуры представлены для последующего выдвижения в депутаты Государственной Думы 8-го созыва, а также в депутаты законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках проведения единого дня голосования в 2021 году. В Ненецком автономном округе для участия в онлайн-голосовании в качестве избирателей уже зарегистрировалось более 700 граждан. Это составляет порядка 2% от числа всех избирателей. Участие в процедуре предварительного голосования не зависит от членства в партии. Основная идея в том, что, как обычно, партия «Единая Россия» – это единственная партия в стране, которая проводит такие широкие выборы по отбору кандидатов с привлечением всего населения, независимо от их партийной окраски. И на выборах также участвуют не только члены партии «Единая Россия», но в том числе и беспартийные. Членам других партий нельзя участвовать в праймерис «Единой России». По одномандатному избирательному округу для участия в праймерис зарегистрировалось 9 кандидатов. По федеральному избирательному округу – 11. Есть сайт предварительного голосования, отдельно разработанный – pg.ir.ru. И чтобы участвовать в выборах удаленно, через сеть интернет, нужно зарегистрироваться как избирателю. Также все кандидаты регистрируются точно так же на этом сайте, как кандидаты. Можно посмотреть видеоролики кандидатов самих себе и почитать их биографию, жизненный путь и об их работе. Впервые предварительное голосование пройдет в онлайн-формате через портал госуслуги с 24 по 30 мая включительно. Предварительные итоги будут озвучены 1 июня. У избирателей на селе есть возможность проголосовать очно, придя на счетный участок и поставив галочку в бумажном бюллетене. Участки будут работать в 18 населенных пунктах Заполярного района 30 мая. Голосование за объекты благоустройства в Наринмаре теперь стало еще более доступным. Молодежные центры совместно с Департаментом внутренней политики по предварительной договоренности с организациями отправляют в офисы компании волонтеров. О том, как происходит голосование на рабочих местах, в сюжете Елизаветы Кабановой. Девушки, на планшетах которых установлено специальное приложение, кратко рассказывают о проектах. Человек выбирает понравившийся объект, вводит свои данные. После чего ему на телефон поступает звонок со специальным кодом. Вот и вся процедура голосования. Мы по организациям ходим по предварительной договоренности, поэтому посидели уже более 15 организаций. А вообще охотно люди голосуют? Да, бывает такое, что даже приходишь в организацию, многие уже сделали выбор самостоятельно через портал госуслуги. 14 мая волонтеры пришли и в офис телеканала «Север». Сотрудники охотно отдавали свои голоса за понравившийся объект благоустройства. Это очень удобно, что ребята сами пришли, потому что ты помнишь, что нужно проголосовать, но бывает из-за загруженности забываешь. Они сами пришли, ты за три минуты проголосовала, выразила свое мнение, внесла свой вклад в развитие города. Я, кстати, проголосовала за детскую площадку по улице Ленина. Напоминаю, среди объектов голосования формирование комфортной городской среды – экотропа в Сахалинском лесу, общественная территория в микрорайоне Калюш и игровая площадка в районе улицы Полярных летчиков. Сделать свой выбор вы можете самостоятельно на сайте 83.городсреда.ру. Голосование продлится до 30 мая. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал Север. Улица начинается здесь. С 19 по 23 мая в Пятигорске пройдет первая в мире премия уличной культуры «Кордо», которая соберет несколько тысяч человек из 36 стран мира. Команда из Ненецкого округа уже упаковала чемоданы и отправилась в путь. Фриран – такое направление для себя выбрал Иван Христюк. Молодой человек более 10 лет занимается паркуром и только совсем недавно выбрал новое направление. Получить удовольствие, ну и, разумеется, показать себя. По поводу победы, конечно, скажу честно, я знаю, кто там будет. И по поводу победы я даже тяжело очень думать буду, но я постараюсь выложиться на максимум. В номинации «Хип-хоп» Ненецкий округ представляет Ольга Жилнова. Вот уже пять лет девушка оттачивает свое мастерство. В подобных мероприятиях участвовала и ездили в Москву, в Санкт-Петербург. И здесь у нас на Оренмаре проходили подобные мероприятия, поэтому, в принципе, есть что показать, чем поделиться. 13 номинаций премии по трем основным направлениям – стрит-танцы, стрит-спорт, стрит-проекты. Участников ждут 50 международных спикеров в области уличной культуры и спорта, иностранный гость, звездные хедлайнеры, концерты и многое другое. Фестиваль «Карда» соберет самое большое комьюнити улиц в одном месте. У нас делегация составляет 8 человек. Едем два общественника года, два хип-хоп-тансора, скейтбордист, воркаутер и граффити-художник и фрирайнер. 36 стран, но мы не унываем. Мы в первую очередь едем туда, чтобы показать, кто мы, откуда мы, и то, что у нас тоже развиваются уличные культуры, и мы не просто так сидим на севере и мерзнем. Проект конкурса премии «Карда» и форума «Улицы России» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного фондом президентских грантов. Молодежь региона активно принимает участие в всероссийских форумах, конкурсах, выездах. Сейчас идет регистрация на форумы «Евразия Глобал», «Иволга», «Бирюса». Это регистрация до начала июля. Также идет на несколько потоков регистрация форума «Таврида», это главная творческая тусовка, и на форум «Острова». Регистрация уже вот-вот закончится, в 20-х числах, буквально июня, так что нужно успевать регистрироваться. Тем более, что участники, потенциальные участники форума, которые пройдут отбор от нашего региона, едут за счет региона, не самостоятельно оплачивают дорогу. Регистрация на форумы проходит на платформе АИС «Молодежь». Любой желающий может подать заявку на участие. На каждом форуме, практически на каждом форуме, есть конкурс проектов, грантовый конкурс. И один из самых весомых аргументов при отборе участников – это наличие у участника проекта. Многие молодые люди у нас в регионе ошибочно полагают, что проект – это что-то сложное для профессионалов. Я так сделать не смогу. На самом деле, не так. Подчас для того, чтобы получился проект, достаточно всего лишь идеи, а уже докрутить, сформировать из идеи проект, мы помогаем. Достаточно просто нам написать или позвонить. Для талантливой молодежи в России организовано множество молодежных форумов и площадок по различным направлениям, где они могут проявить свои навыки и приобрести новые знания, чтобы в последующем стать профессионалами своего дела. Наталья Дуркина, Антон Вдряков, Телеканал «Север». Сигналы СОС уже не первый год посылают жители микрорайона Бондарка. Берег все уже, а вода все ближе. Скоро Печора подберется к самим домам. Каждый год в период половодия происходит очередное разрушение береговой линии. В последние годы ситуация стала критической. Пока все обращения местных жителей в разные уровни власти результатов не принесли. Как быть? Подробности в следующем материале. Я бы хотел, как говорится, от имени всех жителей Бондарки, это самое послать всем органам власти СОС от жителей Бондарки, потому что ситуация критическая. И куда нам больше обращаться? Александр Хабаров в отчаянии. В этом году во время половодия берег рядом с его домом снова стал обрушаться. Ледоходом занесло льдины прямо на приусадебный участок, зацепило сарай. И это при минимальных уровнях воды. Что будет дальше, даже страшно представить. Я обращался с 2014 года официально. Я обращался, все задокументировано, на все органы власти, муниципальные, региональные. Вот это я обращался в органы власти. Все эти письма, запросы, ответы. Пока что нет такого? Ну, пока реально ничего такого нет. Сосед Александра Владимир 7 лет назад построил здесь дом своими руками. Теперь каждую весну переживает, чтобы не смыло. Берег моют каждый год. В этом году вода малая, лед принесло. Видите, как у соседа все размыло. Прямо лед заскочил уже на ему площадь. Решаем вопрос, как дальше жить, укреплять берег. Обращаемся каждый год в администрацию. Куда еще пишем? В прокуратуру писали. Ну, все этим вопросом занимаются. Ну, не знаю, что дальше будет, не знаем. Надеемся на лучшее. Всего в регионе семь населенных пунктов, где из берега укреплением сложилась непростая ситуация. Три из них в ОМИ, НИСИ и микрорайоне Бондарка требуют принятия первоочередных решений. Мы планировали провести проектные работы на берегу укрепления еще в прошлом году. Но в результате совместной работы главного федерального аспектра, прокуратуры, администрации округа был направлен административный иск в отношении, со стороны прокуратуры был направлен административный иск в отношении Двенопечорского бассейного управления, это федеральное агентство водных ресурсов, которое, в принципе, отвечает за Печору. По результатам того, что данный иск был удовлетворен судом и апелляцию также принял в сторону прокуратуры, то федеральное агентство водных ресурсов обязали провести работу по берегу укрепления. В настоящее время юридически ответственность за берега укрепления, в том числе и в микрорайоне Бондарка, закреплена за федеральным агентством водных ресурсов. Согласно федеральному законодательству, к его полномочиям относятся владения, пользования, распоряжения водными объектами, находящимися в федеральной собственности, а также меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Федералы обязаны провести все необходимые работы, в том числе проектные, чтобы спасти дома и приусадебные участки жителей от обрушения. Тем не менее, администрация региона параллельно разрабатывается резервный сценарий. Если у жителей данной улицы будет желание получить жилищный сертификат под расселение или компенсацию стоимости для того, переехать в другое место в городе, ближе к центру, к примеру, то совместно с Минстроем, Федеральным агентством водных ресурсов, мы планируем, губернатор планирует под общей встречей, проработать вопрос о том, чтобы для тех населенных пунктов, где береговое крепление, оно невозможно или излишне дорого, стоит несколько миллиардов, при том, что всего несколько домов страдает, то предоставить компенсацию для того, чтобы можно было осуществить переезд. На федеральном уровне региональную проблему берегоукрепления лоббирует депутат Государственной Думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. По его словам, решение ищут с 2017 года. Но на федеральном уровне в настоящее время в приоритете оказалось решение проблем на Волге, где сложилась катастрофическая ситуация. По указу президента Печора включена в майский указ президента после Волги по дну углубления. Но сейчас все деньги федерация выбрасывает на Волгу, потому что там ситуация катастрофическая с Волгой у нас. Массово гибнет рыва. В этой ситуации МПС много подготовлены, совместно с исполнительной властью проработали. И сейчас решение такое, я думаю, очень правильно сработало на исполнительной власти, департамент природных ресурсов, когда совместно с прокуратурой подготовили официальное обращение, исковое заявление, есть решение судов. Поэтому теперь, я думаю, что после решения суда из первой инстанции, второй, я думаю, что они на третью станцию пойдут, на касацию. На это решение мы все равно добьем. Надеемся, что это решение будет принято. Уже по решению суда, безусловно, они обязаны будут уже вот эти деньги выделять. И теперь жители Бондарки надеются, что наконец-то их берега оденут в бетон. А они сами перестанут с волнением ждать очередного ледохода. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север. И на этом у меня все. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире. Далее прогноз погоды.